всем привет сегодня мы продолжаем проходить дом 3 это какой там уже третий уровень в общем мы направляемся навстречу с браво там мы уже прорвемся к команде дельта а там уже посмотрим она получится итак у нас вроде бы там еще осталась одна видеозапись давайте посмотрим вот макс 4 инструктор по плазмомету представляем еще одну великолепную разработку и оси плазмомет макс 4 многоцелевое оружие для боя на средней дистанции плазмомет выпускает поток синтетической плазмы резервы которой почти не ограничены и поэтому соответствует важнейшему критерию вооружения современной мобильной пехоты обилию дешевых боеприпасов это оружие обладает значительной огневой мощью низким весом и высокой скорострельностью что делает его незаменимым во многих боевых ситуациях юэйси бессменный лидер прогресса мощное оружие позволяет строить мир без воин да согласен плазмомет на самом деле очень крутая штука прошлого года кстати если так то судить в смысле начиная отсюда так ну ладно погнали вряд ли вы понимаете доктор битругер нет я все прекрасно понимаю ух уж остальные у вас на же управление на себя до окончания кризиса кризиса это теперь так называется ситуация вышла из-под контроля ситуация под полным контролем свон под моим а вы с вашим лакеем управлять себе на здоровье ничем ясно свон да битругер теперь мне все ясно а вот и чемоданчик окей план б бфг или по нашему бфг так сразу же батальная сцена ну не то чтобы прям очень батальная добро пожаловать в лабораторный комплекс альфа строительство комплекса альфа также известного как первая ступень было начато 29 октября 2095 года и завершено 17 июля 2130 года на научно-исследовательской станции альфа впервые увидели свет такие революционные технологии как субатомные фазовые деконструктор гидрокон и компактор молекулярного топлива все эти установки служат основой жизнеобеспечения лаборатории альфа благодаря этим достижениям корпорация юэси смогла построить новый исследовательский комплекс лаборатории дельта где сейчас ведутся новейшие исследования и разработки значительные капиталовложения и упорный труд позволяют объединенной аэрокосмической корпорации развиваться дальше и строить светлое будущее для человечества вот так как а получилось как всегда ладно погнали дальше ой блин забыла лежи и не вставай не надо опять внезапное нападение ну согласитесь дизайнчик то разработчики позаботились сделать это круто и это в общем-то доказано о том как в гусарных условиях пытались сделать очень тяжело сделать что-то похоже труда вложен на самом деле очень много так прячутся блин так слезь диск это наверно именно этот диски есть стоп а понял тело убралось этан питерсон или питерсон броня и боеприпасы в шкафу а он а он это не тот часом который вместо которого мы находимся как мы договорились я поместил боеприпасы и бронежилеты в ваш шкафчик вход замка 586 586 не знаю что тут происходит но никакие предосторожности лишними не будут дай бог чтобы барахло вам так и не пригодилось чтобы так если знаю еще что то сообщу этом так руководство юэси 14 мне сказали что руководство юэси отправило к нам инспекторов для проверки деятельности бетругера его зовут элеон свон не знаю кто он такой но джон говорит шишка серьезная и въедливая всегда путешествует с телохранителем так что плохо дело только бы этот свон нас не прикрыл мы почти решили проблему со стабилизацией а погрешности при передаче материи сейчас низки как никогда только что-нибудь еще узнаю сразу же сообщу да видимо этно питерсон знал многое даже этим руководство мистер драйвер дорвайлер так интернет аптека без рецептов без труда мы уверены что заказ лекарств по сети должен быть таким таким же простым и быстрым как и заказ любых других продуктов наставка медиакоментов в любую точку галактики эмбарго запрещенные препараты нет проблем дополнительная информация на виви бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу так личные данные записи нет а что там за видеозаписи лабораторный комплекс альфа а ну это мы видели что станет добровольцем а ну да 15 числа все ясно по сюда о какой там махач блин тяжело вернуться от такого удара практически нереально очень-очень тяжело только если знаешь или каждый раз надо отпрыгивать стоять ты мне не убежишь посмотрим что здесь честно говоря не помню ого две аптечки о рюкзачок полезная вещь а им вскрылся не останавливайся приятель ты мне ничем не поможешь все мертвы нас взяли врасплох вырезы из ниоткуда вот еще два три отряда держаться но все отрезаны друг от друга постарайся их отыскать да печально что ж постарайся что ж постарайся ох а бронька ладно но брони здесь дают достаточно в общем то пока все на много ух да помню как-то это было очень эффектно а кстати согласитесь в doom 4 в принципе им бы пошустрее того но я бы не против если бы модельки были бы такие же собственно добро пожаловать в лабораторный комплекс альфа да и зомби собственно у меня здесь больше нравится конечно честно говоря но хоть не такие скамеры будут с другой стороны воу а у фаербола смотрите красотища красотища одна красота в в в быстро прошедшую Не знаю в какой мы лаборатории Хотел втихаря, блин Жук Ладно А это что такое? О, слушайте, похуже чемодан Был у этого Утилохранителя того Его имя Собстви... Собственность... Чего? Упс, не то Блин, попортил Дельта А, вот, слава Богу Собственность.. UAECE Порожейный завод Дельта Модель БФГ Ты че чигулей, ну вот он же ж БФГ Слушайте, я нашел БФГ Балер конечно тоже даст бфг интересно откуда она вообще здесь лежит бфг это какая-то коморка дизайн конечно в думе 3 превосходно просто так ну а здесь я помню будет дико ну ладно ну не без спойлеров но я думаю все же видели думка чё тут огромная кнопка видите кому давай Отлично! 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 Помню, когда я первый раз проходил... Блин! Это так жёстко было! Тем более у меня был усложнённый вариант прохождения. Там монстры чуть ли не в три раза сильнее были. Он там мог с одного бустом убивать. То есть да, там где-то в десять раз было усиленное. Жизни были там где-то в пять раз. В общем, вот так вот и я играл. Первый раз в Doom. Это было настолько страшно, что основное прохождение для меня было просто... А рыцаряда вообще было невозможно убить. Ну практически невозможно там на такой боезапас потратить. Это просто невероятно. Уезжать. Прикольно. Псина лежит. Топич не исчезает. Ух! 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 По-моему здесь кто-то был. Так. Заберём. Почитаем. В более спокойной обстановке. А вот отсюда он испрыгнул. Доложила, что некоторые участки базы зарастают какой-то дрянью. Не знаю, что это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо. Не сомневаюсь. Я уже понял. О чем ты говоришь? А, это трупы исчезают. Блин. Чё-то... Это добавляет атмосферы, блин. Никак не привыкну. Ух! 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 Хо! Этот цикл учат. fizer газов без фурнала в «З Guardian», я не согласен. А ты фурнала, когда Ирб año 2015-197-19751-19752-19653-200112 часто. ух! Ух! Да вы же если atomic полева паукаст дли matrices potatoes Похоже в том чемодане на самом деле уже нет БФГ. Видимо там он БФГ и открыл. Кто там? О, это место было тоже такое жуткое, блин. Как вспомню. Какой-то ученый. Еще один. Без ПДА, да? Видимо его протащили. Ладно. Да, особенно как вот эти эндограммы начали появляться. И вот это все плазает. На то время выглядело очень слепко. Ушел. 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 Смешно. Шустко понял. А это че? А? Вы представьте, это в реальности, да? Жуть! Жуть, на самом деле! Так, хорошо. Ой, аптечка как раз нас ждет. Сюда я точно не вернусь уже. Уп! Ого, что отнесло? Ах ты ж! Да бля! Нифигасе! Спец у нас всегда был самым опасным. Благо здоровье у нас позволяет. Так, а я это не открыл, да? Ну, вот я даю. Пять, восемь, шесть. О, гранаты! Вещь! Больше ничего нет. Вот отсюда они убежали. Ладно, посмотрим, что здесь сверху. Для начала. По-моему, вот здесь толстый был, да? Нет? Да, вот он здесь бочку кинул, а я его здесь расстрелял. Вдруг, видимо, исчез. Разорван. Ну ладно. Ой, неаккуратно. Ну ладно. Ну ладно. Еще гранаты. Так, а тут сзади как раз и не надо. Хорошо. Ладно, давайте немного почитаем. Заодно я передо дыханием. Что за звуки? О, это же вот этот заказ. Сайт заказа. Бесплатно. Уважаемый мистер Мозес, поздравляем! Вы выиграли наш специальный бесплатный приз, встраиваемый в шкаф с полезными припасами, которые, как нам казалось, помогут вам пригодиться. Точнее, могут вам пригодиться. Чтобы получить свой приз, посетите наш сайт. Марсианский друг. И помните, с марсианским другом Бог сюда выигрыш. Нет, этот труп исчезает. Так. Джим Боуэр. Шкаф. Мистер Мозес. Мы недавно получили от компании марсианский друг. Смотрите, это вообще, вообще месячной давности было. Это уже недельный. Марсиан, беру шкаф, адресованный вам. Где вы хотели его поставить? С уважением. Бла-бла-бла. Ответ. Спасибо за оперативный ответ. Мы смонтируем шкаф в вашем кабинете к концу недели. Так. Вот он отправил. Прекрасно. Уже доставили. Так быстро. Пожалуйста, остановите его в моем кабинете в северном коридоре административного блока. Я просто сгораю от нетерпения. Что же мне прислали? Джонатан. Да, самому интересно. Так. Уильям Бэнкс. Ого, артефакт. Бетруггерсон? Нифига себе. Уильям Бэнкс. А, ну да. Уильям Бэнкс. Это же директор. Так. Говорит про артефакты. Господин директор, прошу вас обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Для моей работы исключительно важно, чтобы все контейнеры с религиозным контейнером, артефактами, поступающими с земли для лаборатории Дельты, переправлялись туда напрямую и без каких-либо проволочек. Я не могу допустить, чтобы мой драгоценный груз без лаку пылился у вас в ангарах, дожидаясь пока ваши подчиненные наконец соизволят ее отправить. Прошу вас немедленно принять меры к разрешению этого вопроса. Доктор Мальком Детругер. А, вот помните, когда там таможник вот этот говорил, что там без его спрос отправляют товары. Это как раз видимо был артефакт. Месяц назад было. Так, восьмого числа. Пропал без вести. Видимо, это право ученого, кстати, того. Господин директор, младший наушный сотрудник Эрик Рафаэль уже неделю не появляется на рабочем месте. Я неоднократно звонил ему на мой, но там никто не берет труп. Его уже несколько дней никто не видел. Я не представляю, что делать. Обычно на него было вполне можно положиться. Я связался со службой безопасности Марса в надежде, что они сумеют его найти. В конце концов, на базе просто негде спрятаться. Боже, надеюсь, с ним все в порядке. Как только я что-то услышу, тут же вам сообщу. Заранее спасибо. Мэтью Уальд. UICorp.com Может посетите, кстати. Попробуйте, может куда-то попадете. Новый веб-сайт. Мистер Бэнкс, с радостью сообщаю вам об открытии нового веб-сайта корпорации. Пожалуйста, удивилийте сейчас выводра ценного времени на ознакомление с ним. Заранее благодарны. Группа веб-мастеров UICorp.com Забавно. Так. Ну, и последнее. А, кстати, давайте посмотрим, может. Исчезновение. Так, а этот здесь нет. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 20 октября 2145 года. До моего сведения дошел факт пропажи значительных До моего сведения дошел факт пропажи значительных количества сотрудников базы. Мой секретариат получил из Дельты 4 таких рапорта только за последнюю неделю. Люди не появлялись на рабочих местах. А когда им звонили домой, никто не отвечал. Секретариат отправил имена этих людей в охрану Марс-Сити. И те пообещали начать расследование. Эти события очень, очень беспокоят меня. Особенно на фоне участившихся случаев шизофрении и прочих психических расстройств. Надеюсь, между массовыми психозами и исчезновением людей нет никакой связи. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 5 октября 2145 года. Служба жизнеобеспечения довела до моего сведения, что недавние изменения в сети энергоснабжения привели к неполадкам во многих второстепенных системах. Из доклада следует, что причиной тому являются либо периодические отключения электроэнергии, либо низкое напряжение в сети. В нем также говорится, что обеспечивать нормальное распределение энергии становится все сложнее. Благодаря стараниям доктора Бетругера я заверил начальника службы жизнеобеспечения, что направлю доклад в вышестоящие инстанции. Ага. Ладно. Так. Давай еще почитаем. Служба ИБ. Бреж в системе защиты сети. Информационной безопасности. Я так понял, да? Мистер Симмонс. Мы протестировали вашу систему и не обнаружили никаких неисправностей. У нас все работает. Так что, судя по всему, уважаю, Брон Маузер в порядке. Сообщения о похожих вторжениях в сеть поступили от рейх администратора. Видимо, за этим стоит очень хороший хакер или сотрудник с очень высоким уровнем доступа. Мы должны мониторинг сети и немедленно сообщим вам, как только что оно будет обнаружено. Это 2 числа. Центральная служба информационной безопасности. Ну да. Спам. Хех. Пол Симмонс, это, я так понял, информационная безопасность, в общем, работает. Пол, сделай что-нибудь со спамом. Совсем распоясались. Хуже всех этот марсианский друг. Сколько же дряни мне послали и откуда только у них мой адрес ума не приложил. Пол, ну сделай хоть что-нибудь. Я сегодня все утро мусор из ящика выгрывал, заранее спасибо. Да, есть такие проблемы. Пол Симмонс, системный администратор. За последние дни было предпринято несколько атак на нашу сеть. Похоже, атаки начались задолго до этого. Но тот, кто это делал, он настоящий профессионал. Он прекрасно умеет заметать следы. Я совершенно случайно заметил какие-то странности в логах. Иначе мы бы и дальше ничего не знали. Хакеры внедрили Трояна в один из запросов суперкомпьютера. И таким образом обманули наш Брандмауэр. К сожалению, из установленных в комплексе Дельта правил безопасности, я могу только определить, что Троян пришел оттуда. И все. Я не могу определить ни машину, ни даже лабораторию, из которой он был послан. Могу только сказать, что хакер получил полный доступ к личным данным наших служащих. Вплоть до медицинских карт. Моя команда в ближайшие несколько дней будет внимательно следить за сетью. Может быть, нам удастся заметить что-нибудь необычное. Конец записи. Так, ну вот такие дела пока. Так, там уже были. В общем, мы будем возвращаться. Уйди. Еще один. Так, там еще две аптечки. Ну, блин, аптечек здесь хватает. Так что. Застоп разрешен. В общем, вот так вот мы прошли. Не. Так. Субатомный фазотрон, нифига себе. Блин, вот это самые надежные двери. Дат, мне доложили, ты так и не встретился с группой Браво. Прибавь шагу. Они не будут ждать тебя. Надо как можно быстрее добраться до центра связи. Кэлли, блин, я тут один пробираюсь. Как могу. Ну, плюс я тут все читаю, конечно, рассматриваю. В общем, вот такие дела. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Почему я не прохожу здесь очень быстро. Я хочу пройти очень тщательно. Все рассмотреть и много чего понять, чего до этого не понимал. Я надеюсь, вам это тоже интересно. В общем, вот так вот. До скорых встреч. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.